У человечества должны быть особые дни, как вот заведено нам природой, допустим, раз в неделю отдых, мы можем сделать еще там несколько дней отдыха, естественно, человек не должен работать столько часов в день, опять-таки, исходя из этой разумной экономики, мы можем прийти к выводам, когда человек будет работать по 4 часа в день, и все остальное время он будет заниматься саморазвитием, обязательным для каждого, то есть ему платится как за полный рабочий день, он обязан считать себя, что он находится на работе, просто там же, на работе или в другом месте, в другом сообществе, что ли, неважно как, он занимается еще дополнительно 4 часа своим внутренним развитием, и это является его производством, то есть он при этом производит продукт, который необходим обществу, когда он работает над собой, то есть надо понимать, что это является очень серьезной частью нашей отдачи обществу, и за это мы получаем практически зарплату, за одну часть, когда мы производим необходимое для нашей жизни земной, и вторую часть, когда мы производим необходимое для нашей духовной жизни, для того, чтобы обрести вечное и совершенное существование, и поэтому надо смотреть на эту вторую часть абсолютно трезво, реально, и преподносить ее человеку как его обязанность, это не то, что желательно где-то дома, когда-то в кресле с пивом, с газетой посмотреть там какую-то там программу, которая говорит, то нет, это он должен взаимодействовать с людьми, в группе, как его дети в школе обучаются, так же он должен продолжать свое обучение, свое духовное развитие, и здесь не может быть никаких поблажек, то есть это рабочий день, досуг, да, у человека должен быть, я считаю, что любой досуг, если мы его правильно преподнесем, это должен быть спорт, это должно быть какое-то физическое действие, это танцы, игры, физические игры, не в покер, это должны быть какие-то занятия физические, это море, это бег, это выезд на природу, и это должно быть так же, в общем-то, прописано людям в качестве необходимых условий, мы в итоге ведь воспитываем человека, воспитание подразумевает под собой определенное давление, определенное насилие, не важно, что ты при этом объясняешь, что это для его пользы, но ты при этом, в общем-то, воздействуешь на него извне, а извне это всегда полицейская сила, насилие, но мы таким образом закладываем это в основу общества, что человек должен определенное количество часов отработать на пользу общества в материальном секторе, на пользу общества в духовном секторе и на пользу общества в своем физическом развитии, отдыхе, релаксации, и это является необходимым также его времяпрепровождением, и нет на это никаких абсолютно поблажек никому другому, ты не можешь валяться на диване, ты обязан и в этом понимать, что ты зависишь от общества и общества от тебя, и поэтому определенное количество времени ты должен отдать своему физическому развитию, это не спорт, это имеется в виду просто разумное нормальное движение, так и так далее, по выбору с семьей или там с товарищами, неважно, но я хочу подчеркнуть, что это обязанность человека перед всеми, если мы являемся абсолютно замкнутым социальным единым элементом, то мы не можем так оставить вот это себе, и потом довести себя до того, что здравоохранение стоит нам больше, чем все остальное в жизни, и мы практически тратим 50% от государственного бюджета на то, чтобы поддерживать разваливающиеся тела.